Архангел Михаил – один из высших ангелов. Церковь почитает его как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. В День памяти архистратега, красивейший храм столицы Донского казачества, отметил престольный праздник. На торжестве побывала Екатерина Рачкова. К богослужению в Михайло-Архангельском храме Новочеркасска все готово. Духовенство и миряне ждут правящего архиерея. У хора финальная репетиция. Впрочем, на праздник в сам храм в этот день попадут не все. Водитель пожарного автомобиля МЧС Алексей Болдырев не может покинуть свой пост. Ждет за стенами. Он и его коллеги сегодня отвечают за противопожарную безопасность, но признается, мысленно присутствует на литургии. Мы всегда ходим, стараемся ходить в церковь. Батюшка приходил в нашу часть пожарную, освещал наши автомобили. И Господь хранит нас. Храм действительно знаменит во всей Ростовской области. Связал с собой два города. Старочеркасск, где был изначально построен и Новочеркасск, новую столицу Донского казачества. Сюда деревянную церковь перенесли в 1813 году. Ее история – это история России. Каменный храм был построен в 1872 году. В 30-е годы закрыт. Во время Великой Отечественной войны богослужение возобновляется здесь, но временно. Затем снова закрытие. И только в 90-е годы храм возвращается к своей прежней, полной жизни. Восстанавливали запущенное в советское время здание всем городом. Настоятелю отцу Олегу Добринскому помогали его прихожане. Некоторые из них помнят и закрытие храма, помнят и первое богослужение в его новейшей истории. Причем в мельчайших подробностях. Было холодно в храме, еще топление не работало. Но мы стояли и молились, нам было тепло. Бог. Отец Олег с таким вдохновением проводил эту первую литургию, что нам было тепло. Пар шел изо рта, но мы не замечали. Это была такая первая служба. Здесь, на стенах, в притворе, вся его история. Именно всех, кто служил в нем и кто служит по сей день. Всех этих людей однажды сплотило желание восстановить храм. А еще образ архистратига Михаила. Единение небесных сил вокруг этого восклицания. Никто, как Бог, должно быть свойственно этой Церкви Божией. Потому что каждого из нас Господь призывает к житию рано ангельскому. Вера в Бога, твердое стояние в вере. Есть тот камень, на котором строится здание нашей жизни непоколебимо. И никакие ветры и волнения моря жительского не в состоянии будут разрушить или поколебать этот храм. Да не лишит нас Господь, небесного предстательства, бесплотных сил, ходатайных и наставников наших, в нашей жизни. Аминь. История, которая однажды произошла, которую вновь в это утро вспоминали прихожане, каждому говорит о том, что зло преодолимо. Нужна только уверенность. Никто, как Бог.